всем добрый день друзья на связи Денис Телегин сейчас мы закончили один из наших объектов это трехкомнатная квартира новостройки здесь все стены у нас крашен новостройка это дом где чаще всего на стенах появляются трещины если бы у нас были обои то это в принципе было бы не так критично потому что как правило трещины под обоими не видно но стены у нас крашены трещины появляются по совершенно разным причинам либо это усадка дома либо это разные материалы с разным тепловым расширением поэтому в этом видео я хочу рассказать о том как мы максимально заармировали стены защитили их от появления трещин в этой квартире стены возведены из трех разных материалов это газоблок это бетонные монолитные стены и межкомнатные перегородки мы возводили из плит ПГП это разные материалы которые имеют разное тепловое расширение соответственно в тех местах где эти материалы соприкасаются друг с другом чаще всего может появиться трещина изначально квартира выглядела вот таким образом каким образом перепады температур могут повлиять на появление трещин мне доводилось видеть такой случай в квартире межкомнатные стены были выложены из блоков ПГП на улице был мороз минус 10 пришли окончики менять старые рамы на новые пакеты и в тот момент когда они демонтировали старые окна прошло буквально две-три минуты и на стене из ПГП появились две большие трещины причем появление этих трещин сопровождалось ударами в стену как будто в стену били молотком почему же данная стена из ПГП треснула все дело в том что она стояла в распор то есть упиралась в пол и в потолок когда мы возводили данные стены то мы оставляли вверху термошов то есть два-три сантиметра между потолком и стеной они заполнялись монтажной пеной ну а для того чтобы эта стена не упала ее мы крепили к потолку при помощи металлического уголка те места где есть соприкосновение разных материалов например бетона и пеноблока мы усилили специальной штукатурной сеткой причем использовали не обычную стеклосетку а базальту пару слов о данном материале конечно базальтовая сетка не даст стопроцентной гарантии от появления трещин если дом будет давать усадку то трещина все равно может появиться однако данная сетка не даст этой трещине дальше распространяться то есть штукатурка на ней будет держаться и так можно сказать что базальтовая сетка является первым этапом на защите стены от появления трещин вторым этапом защиты крашеных стен от появления трещин является наклейка стеклохолста стеклохолст клеится поверха штукатуренных стен таким образом после того как мы наклеили стеклохолст мы его шпаклюем и шпаклевка ложится на стеклохолст она не имеет прямого контакта со штукатуренной стеной то стеклохолст выполняет роль прослойки и если стена за стеклохолстом трескается то наружу она уже не проходит то есть стеклохолст является своего рода фальш материалом фальш стеной итак друзья я вкратце рассказал от чего появляются трещины на стенах и как обезопасить себя от появления этих трещин однако соблюдение технологии не дает нам стопроцентной гарантии она может только минимизировать риски на этом друзья все смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал